В сердце Великобритании заработал инновационный проект. Технологию блокчейна используют во благо экологии. Эти солнечные панели стоят на крыше обычного многоквартирного дома на востоке Лондона. Благодаря уникальной разработке вырабатываемая ими энергия может поступать в квартиры местных жителей. «Если говорить об одном доме, солнечные панели на крыше способны генерировать за год в два раза больше необходимой энергии. Оставшуюся часть мы можем поставлять жителям дома». Для этого используют технологию блокчейна, которую ранее больше задействовали для транзакций в системе биткоин и аналогичных ей. «Мы живём в эпоху, когда возобновляемая энергия может вырабатываться в достаточном количестве. Нужно только придумать, как её сохранить. Здесь в ход идут технологии производства аккумуляторов, чтобы энергию можно было передавать людям». Несмотря на то, что Лондон – город дождей и туманов, эти солнечные батареи способны обеспечить электричество для освещения и лифтов на 100%. Роджер – один из 40 жителей дома, опробовавших новую технологию. Он говорит, что новинка бережёт не только экологию, но и семейный бюджет. Хоть за зелёную энергию приходится платить, но в каждой квартире устанавливают специальный счётчик блокчейна. Благодаря приложению жители могут увидеть, во сколько фунтов им обойдётся работа обычных бытовых приборов. Так они смогут более рационально расходовать энергию. «Я лично стал внимательнее. Эта программа показывает, сколько пений я заплачу, если вскипячу воду в чайнике, разогрею духовку. В обычном счёте такого не увидеть». Идея проекта в том, что пользователи сами смогут контролировать свои счета и одновременно сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу, используя зелёную энергию. «Да, счета за электричество у нас немалые. Ни у кого здесь нет лишних денег. Сейчас непростые времена. Счета за электричество растут. Снабдить дом энергией солнца – отличное решение». В планах компании вывести на самообеспечение зелёной энергии весь квартал. Крупнейшие супермаркеты Австралии больше не дают покупателям одноразовые полиэтиленовые пакеты. В противном случае их ждёт штраф. Большинство австралийцев к изменениям отнеслись спокойно. Покупатели в Австралии приспосабливаются к новым правилам в супермаркетах. С начала июля все крупнейшие сети розничных магазинов больше не выдают одноразовых полиэтиленовых пакетов. За нарушение им грозит штраф. Покупателям теперь предлагают приобрести многоразовые сумки или бумажные пакеты. «У меня уже была такая сумка». «Я пользуюсь такими сумками уже некоторое время. И довольна. Это не трудно». Новое правило ввели почти во всех австралийских штатах. С помощью таких мер хотят уменьшить загрязнение окружающей среды. По данным ООН, каждый год в мировой океан попадает 8 миллионов тонн пластика. Эти отходы губят морских обитателей и птиц, которые принимают полиэтиленовые пакеты и кусочки пластмассы за пищу и съедают. Производить и использовать полиэтиленовые пакеты запрещают даже в странах Африки. Например, в Кении нарушителям грозит уголовная ответственность. Также в супермаркетах Австралии планируют убрать с полок пластиковые соломинки. Эксперты в области экологии с оптимизмом смотрят в будущее. Они считают, что человечество сможет прекратить загрязнять окружающую среду пластиком. Австралийские активисты за один день собрали на пляже острова Рождества 800 килограммов пластика и другого мусора. К этой важной работе они привлекают и местных жителей. Предварительно людям объясняют, какой вред экологии наносят отходы, которые разлагаются сотни лет. А это супермаркет в Сидне. Все магазины этой сети с 20 июня прекратили давать покупателям бесплатные полиэтиленовые пакеты. Вместо них теперь можно купить многоразовую экологичную сумку. Это замечательно. Многие люди берут пакеты просто так, и они купятся дома. На самом деле они не нужны, особенно если покупаешь немного. Думаю, перед нами лежит ещё долгий путь, но это уже начало. Я вижу пляжи, заваленные пластиковым мусором, и здорово расстраиваюсь. По данным ООН, ежегодно в Мировой океан попадает 8 миллионов тонн пластика. В основном это одноразовые пакеты, бутылки и контейнеры для еды. Такой мусор губит морских обитателей и даже птиц. Кроме того, он попадает в пищевую цепь и в конечном итоге вредит самим людям. Думаю, что людям нужно понять, какой вред они наносят окружающей среде. Когда они увидят фотографии животных, которые проглотили кусочки пластика или другой мусор, то увидят связь между этим и одноразовыми упаковками. Проблема загрязнения пластиком злободневна и для Таиланда. Здесь ежегодно производят 4-5 миллиардов полиэтиленовых пакетов. Тайские защитники экологии подсчитали, что один человек за три месяца использует примерно 700 пакетов. А вот эта чудо-страшилка в супермаркете наглядно демонстрирует их количество. На многих покупателей это действует. «Думаю, можно не брать пакеты для мелких товаров. Иногда я вижу, что люди потом вынимают из них свои покупки, а пакетики выбрасывают». Между тем, эксперты в области экологии с оптимизмом смотрят в будущее, поскольку осведомлённость в обществе повышается. «Я верю, что мы можем справиться с этой проблемой. Будущие поколения оглянутся на нас и скажут, что мы были очень расточительными и многое потеряли. Но я настроена оптимистично. Мы преодолеем это». Организация Объединённых наций в июне заявила, что во всём мире менее 10% пластиковой упаковки идёт в переработку. Она призвала правительство всех стран запретить производство одноразовых пакетов и контейнеров, чтобы остановить загрязнение окружающей среды. Сделать несколько шагов, чтобы мир стал чище. Теперь это возможно в одном из торговых центров Лондона. Там установили специальную дорожку, которая преобразует кинетическую энергию шагов в электричество. «Сходить за покупками в один из торговых центров Лондона теперь можно с пользой для экологии. Достаточно сделать несколько шагов по этой пружинищей дорожке, и кинетическая энергия преобразуется в электрическую». Разработала технологию британская компания «Павэген». «Люди хотят делать что-то хорошее. Сейчас внимание приковано к состоянию нашей планеты и к нашему отношению к ней. Люди хотят чем-то помочь. Они шагают по дорожке и вкладывают усилия в общее дело». За день по дорожке будут проходить примерно 60 тысяч человек, делая в среднем три шага. Полученной энергии не хватит на весь торговый центр. Но близлежащие магазинчики электричеством будут обеспечены. «Проходя по этой дорожке, люди физически чувствуют, как совершают хорошее дело. Будь то пожилая женщина или ребёнок, все идут с пользой». На специальном табло в реальном времени отображается количество полученной энергии. Также можно установить мобильное приложение, которое подсчитывает шаги пользователя. В обмен на помощь торговый центр дарит покупателям билеты в кино и другие приятные награды. «Человек проходит по дорожке и получает оповещение о количестве заработанных баллов. Люди подарили нам немного энергии, а мы отблагодарим их за это». Торговый центр также оборудован экологически чистой системой отопления и солнечными панелями. Уже в этом году, как ожидается, он сможет полностью перейти на зелёные источники энергии. В Дели, одном из самых загрязнённых городов мира, занялись очисткой воздуха. Помогает в этом система, разработанная европейскими компаниями. Пока её тестируют. Если эксперимент будет успешным, такие воздушные фильтры установят в столице и в других городах Индии. Индийская столица Дели покрыта густым смогом. Это один из самых загрязнённых городов в мире. Однако теперь здесь запустили экспериментальную систему Air Heaven. Она очищает воздух от ультрадисперсных частиц размером менее 100 нанометров. «Это пилотный проект. Поэтому пока идёт эксперимент, мы фокусируемся на очень мелких частицах PM2,5 и PM10. И видим, что фильтр успешно задерживает их». Проект совместно запустили компании Evergen Systems и Air Labs. У последней уже есть опыт создания в Лондоне оазисов с чистым воздухом под названием «Городское дерево». Систему Air Heaven тестируют в индийской столице две недели. По словам специалистов, она очищает воздух от ультрадисперсных частиц на 70%. Фильтр также задерживает диоксид азота. «Это научный эксперимент, который докажет, что уличный воздух очищать возможно. Раньше ни одна разработка не достигала такого уровня. Эффективность этой технологии проверили в Королевском колледже Лондона. Теперь проверяет Национальная физическая лаборатория Индии». В Дели ранее запускали несколько экологических проектов, чтобы улучшить качество воздуха. Однако заметного эффекта не было. Эксперты винят в загрязнении автотранспорт, особенно работающий на дизельном топливе. Каждый день в городе ставят на учет тысячу новых машин. Если эксперимент признают успешным, то системы Air Heaven установят в разных районах Дели. В приоритете будут те места, где живет или работает много людей. Потом с помощью этой же технологии будут очищать воздух и в других городах Индии. Технологии помогают перуанским властям быстро узнавать о нелегальной вырубке леса. Спутниковую систему слежения разработали в Американском университете Мэриленда. Координатор Национальной технической программы защиты лесных хозяйств в Перу показывает масштабы вырубки в одном из районов. Жёлтым выделен 2016 год, малиновым – 2017, синим – 2018. Как видно, площадь сокращается. Происходит это благодаря спутниковой технологии, которая начала работу в 2015 году. Если раньше о деятельности нелегальных золотодобытчиков в амазонских джунглях власти узнавали спустя годы, теперь информацию можно получить в течение нескольких месяцев или даже недель. «Любая группа людей в любой части страны может проводить вырубку леса. Если мы сможем обнаружить это раньше, то быстрее отреагируем и возьмём ситуацию под контроль». На юге Перу одна из главных причин вырубки леса – нелегальная золотодобыча. Также деревья вырубают под пастбище, поля или новые поселения. «У нас нет повода говорить, что мы не знаем, что произошло, когда и в каком масштабе. У нас есть все средства, чтобы определять, что произошло. Нам нужны эффективные действия». Технологию разработали в университете Мэриланда. Называется она GLAD. В настоящее время она собирает информацию о 20 странах с тропическими лесами. Кроме того, Перу и Бразилия также разработали свои собственные системы оповещения о вырубке. Дождевые леса Амазония – это самый крупный тропический лес в мире. Он занимает 5,5 миллионов квадратных километров и раскинулся на территориях Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии и других стран региона. Зеленое насаждение всего Йоханнесбурга под угрозой. Большие деревья погибают из-за крошечного жука-вредителя. Южноафриканский Йоханнесбург входит в десятку самых зеленых городов планеты. Однако есть большая вероятность, что его место в рейтинге станет значительно ниже. Все из-за крошечного жучка, который уничтожает деревья. Труди Паап обнаружила двухмиллиметрового вредителя еще в прошлом году в ботаническом саду в 320 километрах от города. Теперь же жучок, который, кстати, родом с Дальнего Востока и из Азии, заразил от 6 до 10 миллионов деревьев в самом Йоханнесбурге. Больные растения увидеть просто – их ствол испечерен маленькими дырочками. Как предполагается, многоядный заболонник морщинистый прибыл в ЮАР из Азии на какой-то товарной упаковке или на привозных растениях. Местные растения, в отличие от азиатских, не имеют природной защиты от вредителя. На самом деле этот жук не ест растения, но он переносит грибок – свой источник пищи. В свою очередь, грибок заражает каналы, которые делает в стволе жук. Из-за этого блокируется поток питательных веществ, в результате чего дерево погибает. Многие жители Йоханнесбурга боятся, что потеряют городскую зелень. «Заболонник начал заражать деревья по всему городу. Это означает, что скоро наш город перестанет быть таким, каким был раньше». «Мы живём в ЮАР много лет. У нас большой сад, в котором много деревьев. Но теперь мы обнаружили, что эпидемия вышла из-под контроля. Хотелось бы, чтобы её как-то остановили». Исследователи пытаются найти способ избавиться от вредителя. Они экспериментируют с разными видами органических и химических антигрибковых веществ, а также инсектицидов. Одновременно власти пытаются подсчитать, что обойдётся дороже – лечение старых растений или высадка новых. Баобабы в Африке также оказались под угрозой. За последние десятилетия погибли больше 70% деревьев. Некоторым из них было от 1000 до 2500 лет. Могучие баобабы в Африке издревле почитали как символ жизни и плодородия. Но теперь эти деревья-долгожители стремительно погибают. По данным исследователей, за последние 12 лет каждые 9 из 13 баобабов засохли. Некоторым было по 2500 лет. «Это дерево засохло, но мы не рубим его на дрова, потому что любим его. Мы просто смотрим на этот баобаб, но ничем не можем помочь. Его уже не вернуть к жизни». Африканцы нашли применение почти каждой части баобаба. Полы и стволы служат укрытием. В них даже открывают магазины. «Питательную мякоть плодов едят и делают из неё напиток, похожий на лимонад». «Это придаёт нам сил, укрепляет тело. Такая еда похожа на лекарство. Она даёт нам энергию». Листья баобаба добавляют в салаты, из семян делают заменитель кофе, а из сожжённой коры – лекарство против простуды, зубной боли и астмы. «Я очень расстроен из-за гибели этих деревьев. Они помогают нам, дают еду, исцеление и убежище». Специалисты считают, что в гибели баобабов виновна засуха. Кроме того, появляется меньше молодых деревьев. По мнению учёных, в этом сыграла роль деятельность человека. Семена баобаба разносят слоны, поедающие плоды дерева. Однако популяция этих животных сильно сократилась из-за браконьерства. «В южных районах встречается очень мало молодых деревьев. И в то же время погибают взрослые баобабы. Последние, вероятно, вызваны изменением климата». Гибель баобабов зафиксировали в Ботсване, ЮАР, Намибии, Замбии и Зимбабве. Впрочем, природозащитники уверены – баобабы ещё можно спасти. «Мы увидели, что баобабы больше не живут долго, а они очень важны для людей и экосистемы. Возможно, настало время включить этот вид в приоритетный список по сохранению. Причём такие деревья выращивать очень легко, если знаешь технологию». Баобаб растёт в сухих саваннах тропической Африки. Это одно из самых толстых деревьев в мире. Диаметр ствола может достигать 8 метров. А в высоту баобабы вырастают до 25 метров. Власти Мозамбика международные организации поощряют фермеров выращивать кофе на склонах горы Гарангоса, а рядом высаживать деревья. Так люди могут получать доход и одновременно спасать экосистему страны. Эти кофейные плантации на склонах горы Гарангоса в Мозамбике появились недавно. Местные фермеры сажают и кофейные кусты, и лиственные деревья. Так они обеспечивают деньгами семьи и одновременно помогают возродить лес. За последние полвека он стал почти в два раза меньше. «Мы сажаем деревья местных видов, чтобы восстановить лес. Много деревьев уничтожили во время гражданской войны». Лес гибнет и из-за вырубки. Причём вредят не только браконьеры, но и сами местные жители, которые привыкли к подсечно-огневому земледелию. Международные организации и правительство Мозамбика запустили проект «Кофе-Гарангосы». Специалисты обучают фермеров другому способу ведения сельского хозяйства. На одном гектаре сажают 90 деревьев, а под ними кофе. А падшие листья сгнивают и удобряют почву. В этом случае уже не нужно рубить лес ради новой плантации. «Единственный способ заставить местных жителей поверить нам – это показать, какой урожай можно получить на маленьком участке земли. Благодаря этому они прекращают вырубать и сжигать лес, потому что одна семья может снять с одного гектара намного больше урожай, чем при традиционном сельском хозяйстве». Такие плантации ещё и защищают лес от засухи. «Чем больше посадок, тем меньше эрозия почвы. Земля словно превращается в губку. Мы восстанавливаем её влажность, и вода сохраняется здесь намного дольше». Гора Гарангоса находится в одноимённом национальном парке в южной части Восточно-Африканской рифтовой долины. Во время Гражданской войны, длившейся с 1976 по 1992 годы, на горе обосновались повстанцы. Теперь, благодаря миру, местные жители могут заниматься здесь фермерством. Кофейные плантации занимают 40 гектаров склонов Гарангосы. В этом году фермеры расширят их территорию в три раза. Через 10 лет плантации разрастутся до 1000 гектаров. С каждого будут снимать 2-3 тонны кофейных зёрен. Экономический кризис Венесуэли побудил двух инженеров открыть компанию, которая делает автомобильные детали из пластиковых отходов, используя для этого трёхмерную печать. Пока Венесуэла страдает от экономического кризиса, двое молодых инженеров Альбер Мар и Джон не теряют времени даром. На этой свалке в Каракасе они собирают пластиковые отходы, чтобы сделать из них автомобильные детали. Стартап начал работать в прошлом году, но перед этим Альбер Мар ездил в США, чтобы научиться создавать продукцию на 3D-принтере. Вернувшись в Венесуэлу, начал искать спонсоров и клиентов. У нас было много экономических трудностей, но нас поддержали различные учреждения и частные лица. Они помогли нам достичь нынешнего уровня производства. Люди верят в успех проекта и считают, что построить новую надёжную компанию в Венесуэле вполне возможно. Обычные автомобильные детали привозят в Венесуэлу из-за границы, поэтому стоят они очень дорого. Продукция сделана с помощью трёхмерной печати на 40% дешевле. «Наше производство уже очень большое. При этом мы не даём пропасть зря в торсырю, используя отходы. Мы перерабатываем их и делаем детали. Кроме того, мы пропагандируем эту технологию и участвуем в образовательных проектах». Стартапу нужно всё больше пластикового мусора. Поэтому он заключил договор с перерабатывающим заводом в Валенсии и закупает отходы там. Молодая компания не только делает автомобильные детали, но и поставляет пластиковый порошок для 3D-печати. Килограмм стоит примерно 17 долларов. Клиентами стартапа стали уже 13 венесуэльских фирм. Инженеры надеются, что технология трёхмерной печати заинтересует и другие производства страны. Платье из кофейных мешков и пластиковых бутылок. В Париже показали экологичную моду. Это платье сделали из кофейных мешков. Оно вошло в коллекцию зелёных нарядов, которые недавно представили в Париже. Мероприятие приурочили к неделе высокой моды. Показ прошёл в обычной квартире. В ней 10 начинающих дизайнеров попытались доказать, что мода – это не обязательно самые дорогие ткани и аксессуары. «Мы решили начать с отходов графита, поскольку это огромная проблема для индустрии. Графит везде – от гаджетов до космических шаттлов. Мы должны его перерабатывать, поскольку это благородный минерал, нетоксичный природный смазочный материал. У него много хороших свойств. Его очень много». «Верхняя часть платья вышита переработанными пайетками, сделанными из пластиковых бутылок. Их вырезали и пришили к наряду. Юбку раскрасили вручную в Италии. Затем её украсили пайетками из бутылок». По некоторым подсчётам, объём мировой модной индустрии в этом году достигнет 2,4 триллиона долларов. При этом лишь менее 1% одежды перерабатывается. Кроме того, каждый год в процессе стирки из одежды вымывается полмиллиона тонн синтетического микроволокна. Это равно 50 миллиардам пластиковых бутылок. «Нравится вам это или нет, но будущее за экологичностью, особенно в моде, которая считается второй по масштабам загрязнения индустрии на планете. Вам не стоит бояться, что внешний вид изделия пострадает только потому, что шёлк органический, а не обычный. Это по-прежнему шёлк». Пятеро победителей, которые представили свои наряды для показа, смогут продемонстрировать их на неделе моды в Милане уже на подиумах. В мае этого года такие бренды, как Nike, H&M, Burberry и Gap присоединились к экологичной программе. Она призвана сократить объёмы отходов в модной индустрии. На сегодня у меня всё. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова